так ну что же прошло пара часов и наш сайт в общем-то стал открываться да так скажем но не совсем надо его еще настроить вот смотрите нажимаем на наш сайт да и нам нужно сделать следующее вот следуя вот этой инструкции нам надо после того как наш адрес уже будет набираться на нам надо ввести логин и пароль логин и пароль к нашему интернет магазину так сказать к аккаунту webassist вот и после этого нужно приступить к завершении настройки то бишь отправить службу поддержки письмо так сейчас сначала мы здесь залогинимся так наш 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 логин получается логин а не логин этот видеокурс на у нас называется правильно название нашего логин так вот то есть третьего уровня доменов на вот пишем его сюда логин name тот же самый видеокурс на и пароль к нашему же магазину ну если у вас логин name другой то соответственно ваш собственный то есть вам надо здесь написать вот как он выглядит у вас сейчас на видео курс . webassist.net в моем случае и в вашем случае вот то есть под каким ником вы регистрировали его этот же самый пишите логин и пароль тут авторизация вашу административную часть то есть точно такой же так и нажимаем логин все теперь мы попали к себе магазин и теперь нам нужно окончательно завершить настройку так ссылки естественно будут приложены к уроку вот здесь надо написать запрос службы поддержки webassist с просьбой выполнить окончательно настройку чтобы вместо формы входа в аккаунт открывалась витрина магазина вот обязательно надо указать свое новое доменное имя и имя вашего аккаунта в письменном запросе такая настройка будет выполняться специалистами webassist так нажимаем сюда значит нам надо доменное имя и имя вашего аккаунта нажимаем сюда и отправляем значит пишем свое имя то есть я там такой то такой то александр допустим да email свой email кстати тот который зарегистрирован вот здесь то есть который вот здесь зарегистрирован ну понятно да то есть на который мы его вырегистрировали магазин вот этот email и отправьте потому что я уже однажды столкнулся с тем что вот клиенту делал интернет магазин и короче говоря указал свой email чтобы получить ответ да а в итоге они взяли короче привязали мой магазин вот этот купе зилу привязали короче к его витрине и получилось короче ерунда пришлось снова писать в общем время только потратили пару дней на из-за этого вот так что здесь указать и свой email и тема здесь пишите соответственно привязка домена скорее всего так текст значит как здесь было указано вам нужно пишем здравствуйте например вот такой текст на вот например такое здравствуйте прошу вас привязать мой webassist аккаунт такой то там вот у меня в данном случае видеокурс . webassist.net к моему домену cashflow 72.ru с уважением там вася пупки все и отправить после того как вам привяжут ваш домен у вас будет вход в ваш магазин несколько другой то есть смысле в вашу витрину вот у меня вот такой щас вот я соответственно захожу просто на доме я попадаю в витрину да а чтобы в админность в админку попасть мне надо мне надо набрать вот так вот логин и слышь еще раз логин и слышь вот и я попадаю свой интернет магазин ну там естественно будет приглашение за это зарегистрироваться системе и все в общем вот таким образом происходит привязка домена сожалению не совсем автоматическом режиме но тем не менее вы с легкостью с этим справитесь